Так, любители Москвы, ну и ещё второй сквер сегодня рассмотрим. Это Сыромятнический сквер, но это уже немножко получше, хотя, конечно, сквер уж не очень большой, но там, по крайней мере, хотя бы деревьев намного больше таких рослых, и действительно, этот сквер, можно сказать, настоящий, в отличие от этого, тут, ну, так себе, ну, половину, я бы сказал, да. Вот, всё-таки, деревьев тут явно не хватает. Ну и вообще такой, довольно искусственный. А этот, значит, это каскад, а этот, соответственно, вот Сыромятнический сквер. Находится он около, как так, вокруг Сыромятнического гидроузла. Вообще, надо сказать, что, конечно, вот этот вот гидроузел, да, он может показаться, ну, каким-то бредом, да, на реке Яузе. Ещё называют его Яузский гидроузел. Может, кажется, каким-то бредом, потому что, ну, зачем на Яузе делал гидроузел, какая его функция, как бы, да, для чего он нужен. Ну, я не знаю, чем он, конечно, там, именно сейчас занимается, в плане, так сказать, какая у него полезная нагрузка, есть ли она какая-то или нет. Но вообще, в принципе, да, здесь надо понимать, что вообще было задумано. Значит, было задумано, значит, скажем так, сделать Северный канал. И этот канал, это такой был грандиозный проект, и этот, значит, этот Северный канал, он должен был соединить Химкинское водохранилище, там, с Волжской водой, да, то есть, это часть канала имени Москвы, да, канал Москва-Волга, с рекой Яузы. Так вот, значит, река Яузы, она должна была там, на Севере, соединяться, ну, в Верховье, тогда дальше, она должна была соединяться, там пропустить большой такой Северный канал, и, соответственно, таким образом, вот, значит, в реку Яузову, так сказать, потекли бы Волжские воды, да, то есть, она бы стала намного более полноводной, да, то есть, не такой, как сейчас, такой маленькой речка, небольшой, да, жиденькой, вот, а, соответственно, она стала бы более полноводной. Ну, и-то, а для чего это было сделано, да? А это было сделано, ну, скажем, и таким образом была бы обводнена и Москва-река, да, ну, потому что Яузов впадает в Москва-реку, да, чуть там подальше, вот она здесь вот, вот, видите, она здесь впадает около Устинского моста, впадает, соответственно, вот в реку Москва-реку, да, в реку Москву. Вот, и, соответственно, таким образом Москва-река стала бы еще более полноводной, да, чем даже сейчас. А зачем это все было сделано? А это все было сделано, во-первых, для того, чтобы по Яузе было судоходство, вот, сейчас судоходства по Яузе практически нет, тут река мелкая, И по ней могут проезжать только такие очень маленькие маломерные суда, типа лодочки небольшие, да, ну такие, ну, моторные надо, да, ну, а всё-таки небольшие суда с маленькой осадкой. Ну, и, во-вторых, чтобы, соответственно, сделать Москварик ещё более полноводный, соответственно, ещё больше было воды, а зачем? А затем, чтобы все-таки в Москве все больше и больше народу, и чтобы, соответственно, удовлетворить потребности воде, питьевой воде, чтобы, соответственно, удовлетворить растущие аппетиты москвичей. Так что вот такие были планы. И таким образом на Явузе, если бы этот Северный канал построили, то тогда проектировалось по генплану 1935 года сделать 4 таких гидроузла на Явузе. То есть не один, как вот этот, сейчас в итоге был построен в 1940 году, а таких хотели сделать 4 гидроузла. Ну и тогда все становится на свои места. То есть если при таком раскладе, если понимать, как бы, вообще говоря, замысел, изначальный замысел, тогда становится понятно. Потому что, конечно, эти гидроузлы, даже как на канале имени Москвы, там сколько этих шлюзов, гидроузлов, там их больше десятка, да? Около 20 на канале Москвы таких вот сооружений на всей длине. Ну он все-таки больше 100 километров, да? Здесь, конечно, поменьше было бы. Вот. Ну и там понятно, там идет регулировка, так сказать, захождение и выхождение разных судов, там и так далее. То есть понятно. То есть идет, так сказать, определенное, так сказать, управление движением, там все это, регулировка уровня воды, там и так далее. То есть это все становится понятно. Вот. Ну а в итоге, да, еще раз повторюсь, что вместо этого никакого канала не построили, там уже потом война началась. Ну, и после войны в итоге этот проект во многом помешала война Великой Отечественной, поэтому, соответственно, а потом уже к этому проекту больше не возвращались и даже как-то о нем не упоминали. Вот, ну, а вот этот шлюз по проекту архитектора Георгия Гольца, он был в итоге все-таки один построен еще до войны, как раз вот перед войной в 1940 году. Ну, и, соответственно, сохранился он до сих пор, то есть, получается, ему уже больше 80 лет этому шлюзу, этому гидроузлу, да, если даже быть более правильным. Вот, ну, и, соответственно, до сих пор вот он работает, ну, и, соответственно, понятен теперь, а для чего нужен этот сквер. А вот для этого нужен, то есть, он как бы, с одной стороны, прикрывает этот гидроузел, да, все-таки гидроузел, вы не забывайте, что это все-таки еще и стратегический объект, да, то есть, это все-таки определенное, ну, надо понимать, и, так сказать, опасность там, тем более перед войной там встроили, да, все-таки назревала война, все уже понимали, что это будет, поэтому, соответственно, ну, надо как-то было укрыть это место, да, чтобы, не дай бог, там ни бомбу не сбросили. Вот, ну, и, соответственно, во-вторых, это все-таки была какая-то такая территория для отдыха, для работников этого вот гидроузла. То есть преимущественно этот гидроузел в том числе был местом отдыха преимущественно на сотрудников этого гидроузла. Ну, наверное, тогда, очевидно, здесь работало побольше людей. Так что вот, и, кстати, на самом вот этом острове, на котором, собственно, находятся основные части этого гидроузла, там, кстати, тоже находится целый сад такой, ну, туда доступ запрещен, туда не попадешь. Скверт общедоступный, а там уже на острове туда не попадешь. Там специальное КПП, помещение, то есть там только по пропуску очень такая серьезная защита. Вот, так что, еще раз повторюсь, с одной стороны это как бы такая стратегическая защита стратегического объекта, вот, ну, а с другой стороны и, то есть как бы сокрытие от посторонних глаз и вообще в целом от врага тем более, да, ну, и во-вторых, это место прогулок. Ну, и вот этот, собственно, сквер сарамятнический, ну, а сарамятники это местность, да, в которой, собственно, жили кожевеники, да, которые, соответственно, мяли сырые кожи, разрыхляли структуру кожи, да, из которых потом делали из этой сарамятники кожи разные предметы, да, вот, ну, и, соответственно, вот, это большая местность, которая здесь вот между метро Курская, да, и рекой Яуз, здесь раньше было довольно много и соответствующих предприятий кожевенных, ну, сейчас в настоящий момент ни одного не осталось. Ну, а вот местность, историческое название осталось, и разные проезды сарамятнические, переулки сарамятнические, улица, новая сарамятническая, верхняя, они остались. Ну, и остался сквер, по которому, в принципе, можно погулять. Ну, вот так вот он выглядит, да, это вот вид со стороны набережной Академика Туполева, находится он, собственно, на сарамятнической набережной, ну, на стыке набережной Туполева сарамятнической, здесь они как раз стыкаются. Вот это, собственно, видите, гидроузел. Вот такие как бы головы, да, как бы, так сказать, здания, да, главное, которые обслуживают этот гидроузел. Вот. Ну, а это вот проезжая часть Сарамятнической набережной. Да. Тут, понятно, мойка, автосервис. Вот она, Сарамятническая. Это проезжая часть, ну, а, собственно говоря, сама Яуза. А это вот сквер, да, и вот между проезжей частью и непосредственно рекой Яуза и оградой находятся как раз вот это вот. Дома старые, пятиэтажные советские. Ну, вот и плитка здесь, скамейки. Да, ну, вот машины работников, очевидно. Ну, здесь вот, и, как видите, довольно много взрослых деревьев. Вот здесь уже все-таки сквер, он настоящий. В отличие от каскада, где так себе, все жиденькое, ну, скамейки, конечно, так себе, но все-таки хоть что-то, да. Ну, есть и лучшие скамейки, такие вот, более приятные для сидений. Ну, видите, какие деревья большие. Да, такой настоящий, прям действительно сквер. Ну, и в целом он такой немаленький, то есть так прям. Ну, так может, конечно, не лес, понятное дело, но все-таки. Вот, ну, вот тут на набережной тоже скамейки можно смотреть на речку. Ну, вот такие вот судна здесь проезжают как раз. Это вот мусор собирают, технические судна, вот, они тут почти постоянно тусуются на реке Яузи, вот, как раз около этого шлюза в том числе. Тут такой небольшой причал, ну, вот такая плотина сливная, водосливная, вот уровень воды регулируют тут. Ну, вот собирает тут всякий мусор, приезжает сюда, там, по реке Яузи вылавливают. Ну, судя по всему, сейчас, в основном, для этого и служит вот этот вот гидроузел, в основном для, может быть, этого, собирания, там, разных, так сказать, мусора, таких предметов. Ну, вот видите, кто-то сидит, ну, так. Кстати, здесь обычно не так много народу бывает. В общем, сколько я здесь бывал, народу здесь совсем немного обычно. Ну, это вот вид. А сарамятнического проезда вот от этого, да, на этот сквер. Ну, вот еще вид тоже вот этот сквер. Видите, такой довольно большой, даже там Яузи не видно. Где-то там, как будто, кажется, с деревьями, хотя, вроде бы, уж не такая широкая полоса, но все равно. Ну, а, соответственно, добраться сюда, естественно, можно лучше всего от метро Курская, конечно же, да, выйти, да, и здесь пройти немножко, и вот здесь выйти как раз через сарамятнический проезд трамвайный сюда вот на набережную и дальше попасть на этот сквер. Ну, в принципе, от метро где-то, я не знаю, не так далеко, меньше километра. Вполне доступно. Ну, такой неплохой скверик. В принципе, вполне рекомендовал бы его для прогулок. Особенно, если где-то рядом окажетесь, то сюда вполне можно заглянуть. До новых встреч!